75 лет со дня встречи на Ильбе, звездный час дипломатии как вдохновение на борьбу с коронавирусом, Дирка Геспильгель, Германия. Петер Байер, Дирк Визе. Дирка Геспильгель, Германия. 28 апреля 2020 года. 75 лет назад, 25 апреля 1945 года, на немецкой земле состоялась первая встреча солдат армии США и Советской Красной Армии. Люди с запада и с востока протянули друг другу руки неподалеку от саксонского города Таргау, расположенного на берегах Ильбы. Нацистская Германия стояла на пороге капитуляции. Вторая мировая война, по оценкам экспертов, унесла жизни более 60 миллионов человек. Эту цифру молодые люди едва ли могут себе представить. Мы, немцы, по-прежнему смиренны перед таким огромным количеством жертв. Мы по-прежнему признаем свою историческую ответственность за преступления, совершенные немцами в 1933-1945 годах. В их число входит и Холокост, преступлений перед цивилизацией. 25 апреля вошло в историю как день встречи на Ильбе. Газеты по всему миру напечатали фото обнимающихся американского солдата и красноармейца. За плечами американцев к тому моменту были Перл-Харбор, день высадки в Нормандии и битвы на Западном фронте. Красная Армия пережила почти 4 года сражений на Восточном фронте. Особо упоминание достойны битвы за Сталинград, за Москву и на Курской дуге. Кроме того, советские солдаты прорвали немецкую блокаду Ленинграда, продлившуюся 872 дня и унижшую более миллиона человеческих жизней. Представители двух систем США и СССР были союзниками. Солдаты в Торгоу в тот момент еще не знали, что через несколько лет станут представителями двух систем, противостоящих друг другу в холодной войне. После Второй мировой взаимное недоверие стало расти, и последующие десятилетия прошли под знаком противостояния Востока и Запада. На Востоке освободители установили новые диктатуры, а бывшие союзники в некоторых из этих стран стали считаться фашистами, против которых была возведена защитная стена. Причем разделительная линия проходила именно по Эльбе, и разделяла она Германию, Европу и весь мир. Встреча на Эльбе была запечатлена в кинофильмах и песнях, как на Востоке, так и на Западе, и стала достоянием памяти. Ее дух остался в сердцах многих людей. Еще до падения Берлинской стены, в 1988 году, в Торгоу был установлен памятник в честь 43-летней исторической встречи. Все это уже история. Тем не менее мы сейчас вполне можем усвоить ее урок. Заодно, как союзники американцы и русские не сражались в буквальном смысле плечом к плечу, но были союзниками и действовали заодно. Конечно, самоотверженную борьбу солдат и армии союзников против национал-социалистической Германии нельзя в полной мере сравнить с борьбой против пандемии. Но есть у них и кое-что общее. Новый коронавирус мы тоже сможем подавить, только если будем действовать сообща. Если европейцы, американцы, русские, украинцы или грузины, а также китайцы будут договариваться о совместных действиях и в этот исторический момент отодвинут на задний план свои геополитические интересы, то им удастся очень многое. Например, в области научных исследований в поисках вакцины против коронавируса. Ситуация слишком серьезна для того, чтобы продолжать прежнюю политику силы. Настала пора действовать под лозунгом «Мы сильны только вместе». Поэтому Альянс за мультилатерализм конкретно показывает, на что он способен усилить международные организации, облегчить по всему миру доступ к медикаментам и вакцинам и усилить системы здравоохранения. Он поддерживает призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутириша к всемирному перемирию, а также деятельность Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, в качестве центральной координирующей инстанции в борьбе с пандемией. Дружба. Несмотря на ожесточенные дискуссии мы знаем, что многие в США и бывших республиках СССР мыслят общими категориями. Будь то в Вашингтоне, Нью-Йорке, Новом Орлеане или Лос-Анджелесе, будь то в Москве, Киеве, Минске или Алмате, независимо от того или иного политического руководства, мы встречаем людей и приветствуем их как друзей, даже если порой жестко спорим друг с другом. Сегодня многие хотели бы, чтобы все сотрудничали в борьбе с новым коронавирусом, а не вступали в конфронтацию. В 2020 году мы отмечаем не только 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, но и 30-летие воссоединения Германии. Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев когда-то дали нам рецепт победы в борьбе с коронавирусом. Они искали моменты, объединявшие их народы, и пользовались доверием людей. Поддержка от Буша и Горбачева вопреки многим спорам и противоречиям, они после падения Берлинской стены твердо стояли на стороне немцев. Мирное и свободное воссоединение Германии после 30 с лишним лет раскола было бы невозможно без поддержки Буша и Горбачева. Это означает огромный кредит доверия. Этот звездный час дипломатии должен все 75 лет, прошедшие после встречи на Эльбе, вдохновлять нас, в том числе и сейчас, в 2020 году, когда нам надо вместе бороться против Чавит-19. В дате 25 апреля 1945 года мы сегодня видим возможность и обязанность преодолеть границы между Востоком и Западом и вновь поставить во главу угла то, что нас объединяет. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.